Нуха, алейхиссалам, 950 лет призывал к Аллаху, но несмотря на столько лет призыва, его сын не принял религию, и Аллах утопил его вместе с верующими. Ибрагим, алейхиссалам, его называют имам единобожников. Стул принесите, пожалуйста, шейх, чтобы всех видеть. Отличный, алейхиссалам, его называют имамедином, алейхиссалам. Идем, алейхиссалам, ийдем. Идем. То, что очень сильно обрадовался, когда приехал сюда. То есть в Медине пророк Мухаммад приехал сюда, тоже увидел мусульман, поэтому хочу повышаться, чтобы вас увидеть и радоваться, глядя на ваши лица. И посмотрим пророка Ибрагима, что он предводитель для всех единобожников, и все остальные люди, которые идут, и все посланники, они все исходят от пророка Ибрагима. Ибрагим призывал к единобожию, и много кто принял единобожие, но однако его отец не принял единобожие, был многобожник. Пророк Мухаммад, то что его супруга, то есть много кто принял ислам, но его супруга вместе с ним в одном доме жила, вместе с ним спала, Аллах не дал ей милости ислама, она не приняла ислам. То, что посмотреть пророк Лут, он был то, что посланником Аллаха, в доме всегда, Алхамдуля, выдают слова единобожие, но Аллах не даровал ислам его супруге. Дядя пророка Мухаммада, брат его отца. То есть он всегда защищал посланника Аллаха. И боялись причинить вред пророку Мухаммада, когда он был живой, и он говорил, слушайте, что говорит Мухаммад, многие люди приняли ислам, но Аллах не даровал ислам самому, этому дяде. И другой дядя пророка Мухаммада, Аллах говорит, проклят Аллах, однако что Аллах не дал ему ислам, потому что даже если он дядя пророка Мухаммада, И этот дядя говорил людям, не слушайте Мухаммада. И много людей, которые видели пророка Мухаммада, общались с ним, делали какие-то вещи, что-то помогали посланник Аллаху, он и помогал, но Аллах им не пожелал ислам. И все, что так же был народ, поколение, которые видели Хулафар-Рашидин праведника, правителя Абубакр, Аллаху и так далее, то есть много, кто с ними общались, то однако Аллаху хадраим тоже кому-то из них не пожелал, чтобы они были у Слава. Абуджахид, то что он всегда сидел около Кааби, скрывался под тенью, видел как мусульмане делали талаф, видел как люди болятся, однако Аллах не пожелал ислам. Ибрахим не смог призвать, то есть поставить на прямой путь своего отца. Ибрахим не смог поставить на прямой путь своих супруг. Ибрахим не смог призвать поставить на прямой путь своего сына. Ибрахим не смог поставить на прямой путь единогожия своего отца. Ибрахим не смог поставить на прямой путь своих дядей. Ибрахим не смог поставить на прямой путь. 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 Ты каждый из вас, ты не пророк, твой отец не пророк, твои дяди не пророки, ты не муж дочки пророка, ты не живешь рядом с Каабой, не видишь как люди сделают тавафы, живешь далеко в России. Аллах полюбил тебя и сделал тебя мусульман. Скажи «Альхамду лилла» отдельно за эту милость. И так же всю жизнь ты не просил, не говорил с детства «Аллах дай мне ислам». Аллах, я просто полюбил мусульман. И вот эта милость ведет тебя в высшей степени фирдеуса в райе. Аллах облегчит тебе твои дела в этой жизни. И ты увидишь в судный день пророков, посланников. Увидишь лика Аллаха Субханаму Ати'а. Аллах Субханам Тарасиловит твою могилу просторной. И судный день сделает тебя спокойным ради своих рабов. И Аллах тебя облегчит твои дела в этой дунии в Ахирате. Поэтому берегите эту милость, прасьте, не разменивайте ее ни на что. Потому что это самая дорогая милость, которую Аллах вам дал. И как мы берем эту милость? Потому что это самая дорогая милость, которую Аллах вам дал. А как беречь эту милость? И самое первое, больше читать в Куран. Аллах говорит в Куране, Куран это прямой путь. Куран бережет тебя от всех смут. Аллах Субханам Тарасиловит говорит, таким образом мы укрепим твое сердце. И иншаллах, Аллах Субханам Тарасиловит тебя убережет от всех благих дел. Аллах не спрашивет на твое сердце, на твой дом, на твоих родных спокойствие и милость. Второе, берегите утренную молитву. Аллах Мухаммад сказал, кто читает утренную молитву, он под покровительством Аллаха, пока не наступит вечер. То есть Аллах целый день будет беречь. Аллах никому не позволит, чтобы тебе сделал кто-то что-то плохое, если ты читал утренную молитву, потому что Аллах тебя бережет. И так же вот эта мечеть, это одна из тех мечей, через что Аллах укрепит вас на прямом пути. Приходите в мечеть побольше, изучайте религию Аллаху Субханам, берите уроки, изучайте сиру и другие шариатские науки шариата. Роб Мухаммад, когда переселился в Медину, перед тем, как построить себе дом, построил мечеть. И вот это вот дружство, братство ради Аллаха, все нуждаются в нем. Даже пророки нуждаются в нем. Роб Мухаммад, когда хотел переселиться, не один переселился, а взял с собой друга, Акубакра. И Айса, кто мне будет помогать, мои помощники на пути Аллаха? И как каждый из вас, братья, почувствовал сладость имана, вера ислама, так же каждый из вас должен способствовать тому, чтобы другим почувствовали, то есть призывать к пути Аллаха? Каждый должен призывать к исламу. Призывать к исламу с мудростью, с благим нравом, чтобы другие не мусульмане видели какой великий и красивый нрав у мусульман. И как Аллах по своим знаниям понимает и знает, какая великая милость это ислам, поэтому Аллах приказал нам самое минимум просить 17 раз каждый день. Береги, веди нас по прямому пути. Дуа делайте, просите Аллаха, чтобы Аллах ввел нас прямым путем и чтобы Аллах укрепил нас наде своей велики. И просите даже дуа, чтобы через тебя, Аллах других, много людей привел к исламу. Потому что Аллах ваши отцы делали дуа, даже призывали, и вы тоже, Аллах ваших отцов, призвали те, кто были рядом с ними к исламу, и вы родились мусульманами. И также это на вас, на каждом долг, как Аллах ваш отец.